Телеканал КРТ представляет Как заявлению Дональда Трампа о том, что формат «Большой семерки» очень устаревший, так и его желание обсудить на саммите Китай. По словам директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук Ни Фена, Трамп пытается заручиться поддержкой союзников в сдерживании Китая. Цитата. «Намерение простое изолировать Китай. Это только начало, и за ним последует больше мер по сдерживанию». Другой эксперт, опрошенный изданием, старший научный сотрудник Гудзонского института Джон Ли, предположил, что США будут стремиться рассмотреть вопрос о возложении ответственности на Китай за распространение коронавируса. Однако, по мнению издания, у стран, которых Трамп задумал пригласить в потенциальный антикитайский альянс, имеются серьезные деловые и коммерческие интересы в Китае, что может затруднить достижение консенсуса по вопросу об изоляции и сдерживании страны. В наиболее щекотливом положении оказалась Австралия. По словам профессора Сиднейского технологического университета Джеймса Лоуренса, цитата. «Трамп откровенно стремится мобилизовать группировку против Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, и вовлечь в этот процесс Россию, страну, которую Австралия открыто критиковала ранее». Конец цитаты. С другой стороны, совершенно непонятны стимулы Москвы участвовать в этом саммите. Прежде всего, категорически против восстановления формата «Большой восьмерки» выступили Лондон и Оттава. А участвовать во встречах, как говорится, на полях саммита или на специальных заседаниях, президент России наверняка не будет. Более того, Путину сейчас логичнее проявить солидарность с Ангелой Меркель, которая отказалась ехать на саммит из-за серьезных разногласий с Дональдом Трампом, в том числе и по вопросу газопровода «Северный поток-2». По мнению издания «Политика», отказ Меркель принять приглашение Трампа стал очередным эпизодом, который демонстрирует сложность отношений между Берлином и Вашингтоном. Цитата. «Трамп неоднократно критиковал Германию Меркель, в частности по самым разным поводам, начиная с торгового профицита Германии и заканчивая ее отчислениями в бюджет НАТО. Меркель публично выражала свое несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду вопросов внешней политики, от изменения климата до иранской ядерной программы». Конец цитаты. По информации издания, в ходе телефонного разговора на прошедшей неделе между Трампом и Меркель возникли острые разногласия по целому ряду вопросов, включая НАТО и «Северный поток-2». К слову, как утверждает издание «Фокус», Соединенные Штаты готовят новый санкционный пакет против газопровода. По умеющейся у «Фокус информации», Вашингтон хочет запретить вход в свои воды всем кораблям, участвующим в строительстве газопровода, а также заморозить активы тех, кто участвует в этом проекте. Впрочем, что это будет означать на практике, не вполне понятно. А тем временем судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2», как оказалось, принадлежит не «Газпрому», который покупал его в 2015 году, а некому фонду из Самары, которому уж точно никакие американские санкции не страшны. Продолжение следует...